Мегаполис Я только заждалась, уже чуть не уснула. С самого утра я собираюсь на танго. И сегодня, как никто другой, Кайрат, ты мне нужен. Не паникуй, Юля, я уже здесь. И для начала предлагаю познакомить всех с танго. Я думала, Кайрат умеет танцевать только хорошо. Оказывается, нет. И танго у него тоже не прощает. Трудно представить, что аргентинский народный танец первоначально исполнялся исключительно мужчинами, а получил распространение он от африканских сообществ в Буэнос-Айресе. Слово «танго» тоже африканского происхождения. С нигерийского оно означает «танец под звук барабана». Сегодня танго – любимый танец алматинцев. Танцуют его абсолютно все. Ну что ж, давайте оцените, пожалуйста, как Юля сейчас танцует. Получается ли у нее? Вы знаете, нет ни одного человека в этом мире, который бы не смог танцевать. А сколько вообще учится танцевать по времени? Это очень такой риторический вопрос. От таланта все зависит, да? Нет, смотря чего вы хотите. Это танец импровизации, и в нем очень важно умение партнеров услышать друг друга. Самым выразительным же моментом танца является пауза. Звучит музыка, а двое замерли в объятиях друг друга, будто ведя немой диалог на повышенных тонах. Это и есть точка высшего напряжения. Танго, пожалуй, самый чувственный танец на планете. Здесь не принято разговаривать и улыбаться. В танго даже не смотрят друг другу в глаза. То, что сейчас происходит, то, что мы видим, это вечер аргентинского танго, называемый Мелонго. В нашем клубе, в Танго Сквер, он проходит каждую субботу, каждый вечер. В городе среди недели есть еще несколько Мелонг, то есть танго-сообщество к великой нашей радости, оно продолжает расти и развиваться. Танго набирает обороты, что нас очень радует. А сколько людей приходит в таких вечерах? Всегда по-разному, но в среднем может быть 30-40 человек, когда проводятся большие мероприятия. Так, как у нас их называют, принято называть грант, то может быть в порядке 60-70 человек. Учиться танго долго не придется. Это танец импровизации, и в нем очень важно умение партнеров услышать друг друга. Самым выразительным же моментом танца является пауза. Звучит музыка, а двое замерли в объятиях друг друга, будто ведя немой диалог на повышенных тонах. Это и есть точка высшего напряжения. Дмитрий, спасибо вам большое за урок танго. Скажите, какая я ученица, все ли так плохо, или может быть есть какая-то надежда у меня? Все очень хорошо, танго требует времени, надо пройти свои танго-километры, надо развивать чувство, чувство движения, чувство партнера, все будет отлично. Сразу оговоримся, танцуем мы с Юлей впервые, так что не судите строго. Вот так прошел сегодня наш день, насыщенный китайским ушу, гламурными новостями Алматы и прекрасным аргентинским танго. Уважаемые телезрители, с вами была программа Мегаполис молодых. Всем хороших выходных, пока! Субтитры подогнал «Симон»!